с вами николай пивненко в проекте дата на календаре 24 января в этот день отмечается два всемирных праздника международный день образования и сладкий праздник международный день эскимо дата для его учреждения была выбрана потому что именно в двадцать втором году в этот день владелец магазина сладости в городе она во воеве христиан нельсон получил патент на эскимо хотя есть мнение что уже в древнем риме император нерон позволял себе подобный холодный десерт советском союзе эскимо появилась 1935 насколько известно это была личная инициатива наркома продовольствия микояна в этот день появились на свет 1848 год василий иванович суриков русский художник картины покорение сибири ермаком утро стрелецкой казни боярыня морозова переход суворова через альпы всего семь шедевров как считают некоторые историки плюс роспись храме христа спасителя любопытный факт когда суриков уже кончал картину утро стрелецкой казни заехал к нему в мастерскую сам репин посмотрел и сказал но вы бы хоть одного стрельца повесили суриков послушался и повесил картина на три четверти потеряла свои жути в итоге суриков убрал повешено 1873 год рождается дмитрий николаевич ушаков русский филолог составитель четырехтомного толкового словаря русского языка 1901 году рождается михаил ильич ром кинорежиссер известный нам по работам ленин в октябре девять дней одного года и конечно же обыкновенный фашизм 1949 год рождается американский киноактер джеймс белуши а в 1953 юрий башмет режиссер альтист народный артист ссср 1961 год немецкая киноактриса настасия кинске приходит в этот мир ну а теперь о событиях этого дня в 1783 году княгиня дашкова становится во главе российской академии которая создана по образцу французской с целью разработать правила орфографии грамматики выпустить словарь и содействовать изучению российской истории 1848 год калифорния плотник джон маршал который строил мельницу в развилке реки сакраменто приносит хозяину найденный им золотой самородок как не пытались оба скрыть этот факт уже через неделю сотни тысяч людей со всей округе лихорадочном мыли золото когда же новость просочилась прессу начинается настоящее безумие вошедшие в историю правильно под названием золотая лихорадка солдаты дезертировали из армеров фермеры бросали коров торговцы закрывали магазины число старателей которые буквально слетели из калифорнии со всего мира превысило 100 тысяч человек 1918 год совет народных комиссаров утверждает декрет о введении в российской республике западноевропейского календаря то есть люди которые заснули вечером 31 января проснулись 14 февраля выходит 18 год прошлого столетия можно назвать самым коротким годом за историю государства 1966 формирование в индии правительство индиры ганди которая на долгое время станет одним из самых преданных друзей советского союза трагическая дата 2011 год теракт в аэропорту домодедово он произошел в зале прибытия пассажиров международных авиалиний около 16 30 по московскому времени террорист смертник приводят действия размещены на поясе самодельную бомбу мощностью от 3 до 5 килограммов тротиловом эквиваленте взрывное устройство снаряжается поражающими элементами в результате теракта погибает 37 человек из них 8 иностранцев граждане австрии великобритании германии таджикистана украины узбекистана еще 172 человека граждане россии иностранцы ранены а событие которое произошло впервые 1874 год премьера оперы борис годунов мусоргского санкт-петербурге постановка с большим трудом пробивала себе дорогу долгожданный день премьеры становится подлинным часом торжества и триумфа решающее значение в будущем успехе имела участие в заглавной партии самого федора шаляпина опера входит число самых любимых во всем мире 1984 год впервые в мире выпущен персональный компьютер apple макинтош формально первое устройство появилось годом ранее однако из-за огромной цены и некоторых других особенностей успех машины был ограничен год спустя начинается массовая жизнь пк персонального компьютера но и самое последнее в 1935 году в американском городе ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива новую тару считают легкой и прочной альтернативой устаревшим стеклянным бутылкам кроме того упаковка содержит больше информации о самом бренде первые металлические банки изготавливались из трех кусков железа если можно так сказать а для того чтобы их открыть нужен был специальный ключ по сравнению с нынешними баночками первые были довольно тяжелы а мне припоминается как с железными банками познакомились советские граждане некоторые делали из них бокалы не понимая что они могут ржаветь но главной специализации второй жизни баночного чуда была пепельница которую с помощью больших ножниц кружевно вырезали буфетчицы в самых разных кафе образца 90 годов один раз я видел как иностранец чуть было не упал в обморок от увиденной им русской версии пепельницы он не понимал главного но зачем это нужно делать может потому что у хорошего мастера все идет в дело пускай даже совсем не нужно с вами был николай пивненко в проекте дата